Задание 5 Итак, обратимся к заданию 5. Как оно будет выглядеть? Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение, написание выделенного слова. Запишите номера этих ответов. И у нас задание 1, 2, 3, 4, 5 разных орфограмм. То ли это будут орфограммы на приставки, то ли это будет на причастие, написание безударно чередующиеся и на наречие, прилагательные глаголы. Сегодня мы рассмотрим 1, N и 2, N в разных частях, но в прилагательных и причастиях конкретно. Давайте вспомним алгоритм выполнения задания 5. Нужно сначала обратить внимание на то, что в словах нет пропущенных орфограмм. Это было ранее. Это значит, что важно предварительно разобрать слово по составу или определить часть речи. Определяем часть речи каждого слова и делим слова на морфемы. Приставки, корни, соффикс, окончания. Внимательно читаем правила, данные после слова. Если написание зависит от части слова, например, гласные в корне, правописание приставок, то соотносим написанное правило с необходимой частью данного слова. Если написание слова зависит от части речи, то вспоминаем общее правило для необходимой части речи, соотносим с правилом, данным в задании. Внимательно читайте формулировку задания и объясните написание каждого слова. Иногда ошибка кроется в том, что слово отнесено не к той части речи или же, к примеру, не к тому склонению, которое я вам рассказывала на прошлом занятии. И конкретно сегодня у нас одна «Н» в именах прилагательных и причастиях. Прежде всего, вам нужно узнать, какая это часть речи – это прилагательное или причастие. Прилагательное – это признак предмета. Яркий, румяный, веселый, добрый причастие обозначает признак предмета по действию. Вспомогающий вопрос – это будет, что делающий, какой читающий, сданный. Дальше смотрим. Вот давайте сравним два предложения. На тарелке лежали печеные яблоки, на тарелке лежали печеные в духовке яблоки. Как мы видим, здесь у нас одна, а здесь две «Н». От чего это зависит? Для того, чтобы понять, почему эти слова пишутся именно так, надо разобраться в нескольких правилах. Правда, правил и исключений по этой теме очень много. Для того, чтобы определить, сколько «Н» следует писать в имени прилагательным, сначала надо понять, от какой части речи оно образовано. Как правило, прилагательные образованы от существительных, от глаголов или являются первообразными. Первообразные и прилагательные не образованы ни от какой другой части речи. Рассмотрим эти три группы. Если прилагательные образованы от существительного с помощью суффиксов «Ан», «Ян», «Ин», то эти суффиксы пишутся с одной буквы «Н». Например, «песок песчаный», «рожь ржаной» и так далее. Прилагательные образованы от имен существительных. Вот помним, да, это пятый класс, «Ан», «Ян», «Ин». Вот одна пишется кожаный, серебряный, лошадиный. И исключения мы помним стеклянный, оловянный, деревянный. Пишется «двен», когда у нас есть суффиксы «ен», «он», «ствен», «а», «ирован». Примеры «клюквенный», «ен», «женственный», «эволюционный», «экзаменационный», «эрудированный». Исключения «ветренный», «масленный». Но, если появляется приставка «безветренный». Прилагательных образованных существительных с основой на «Н» с помощью суффикса «Н». Глубинный, смотрим, вот глубинный – это корень и суффикс «Н». Истинный корень истин и суффикс «Н». Это мы повторили отсуществительных, пролагательные. Дальше идем. Ага. Первая группа – первообразные и прилагательные. Первообразные и прилагательные образованы ни от какой другой части речи. В них «Н» входит в состав корня. В таких прилагательных пишется одна буква «Н» – синий, юный, зеленый, румяный. От глагольной и прилагательной – причастие в полной форме. Существует три условия при выполнении любого из которых в полном страдательном причастии прошедшего времени или прилагательном пишется две «Н». Причастие или прилагательное образовано от глагола с приставкой, кроме приставки «не», которая не влияет на количество «Н» в слове. «Испуганный», «нагруженный», «испеченный» – глагол с приставкой, но «не пуганный», «не званный». Исключение – названный, посаженный, приданное. Второе. У причастия есть зависимые слова, кроме слов, означающих степень проявления признака «очень», «весьма». Груженный песком вагон. Песком – это зависимое слово. Если появляется зависимое слово, то мы пишем две «Н». Печеное в духовке яблоки. Печеное яблоко было бы одна «Н». Если появляется зависимое слово, то в причастие две «Н» пишем. Третье. Причастие или прилагательное образовано от глагола совершенного вида. «Брошенный», «что сделать», «бросить», «данный», «что сделать», «дать», «купленный», «что сделать». Эти три условия не охватывают причастие прилагательное без зависимых слов, образованное от глаголов несовершенного вида, без приставок. Здесь действуют два правила, из которых есть много исключений. В краткой форме прилагательных пишется столько «ЖН», сколько в полной форме. Обратите внимание на это правило. Почему? Потому что это очень часто встречается. Вам будет дано задание, где такая же формулировка, и нам нужно будет догадаться, это прилагательное или причастие. И в краткой форме прилагательных запоминаем, что пишется столько «ЖН», сколько в полной. А в причастии, в кратких создательных причастиях всегда пишется одна «Н». Дело сделано. Миссия выполнена. Одна «Н». Краткие прилагательные, краткие причастия надо различать по смыслу. Сравните. Его лицо взволнованно. Это прилагательное. Море взволнованно. Это причастие. Эта преподавательница всегда сдержана. Какова прилагательная? Клятва была сдержана. Что сделано? Это причастие. Так, давайте мы посмотрим здесь, как мы будем работать. Выигранный матч. Что мы должны сделать? Что должно стоять на месте прочерка? Одна буква «Н» или две? В причастии «выигранный» мы должны рассуждать таким образом. В причастии «выигранный» есть приставка. Поэтому пишется две «Н». Пишем две «Н». Кроме того, это причастие образовано от глагола совершенного вида. Что сделать? Выиграть. Выиграть. Что сделать? Совершенный вид. Мы помним, если у причастия есть приставка, и если это образовано от глагола совершенного вида, мы пишем две «Н». Все правила были соблюдены. Как мы должны рассуждать? Что должно стоять на месте прочерка? Соблюдены мы рассуждаем. Краткое причастие. И сейчас только я вам напоминала, что в кратких причастиях всегда пишется одна «Н». Поэтому здесь мы будем писать одно «Н». Так, дальше. Рыба, жареная на углях, особенно вкусна. Что должно стоять на месте прочерка? Рассуждаем так. Рыба какая, жареная на углях? Здесь появляется зависимое слово. Зависимое слово. Рыба, жареная на углях. Вот зависимое на чем. И мы знаем, мы говорили, что если есть приставка, и если есть зависимое слово, то мы пишем две «Н». У причастия жареная есть зависимое слово на углях, поэтому пишем две «Н». Дальше идем. Сразу, а ты только сладко, сладко удаляй, надо все время выходить, да? И все. Так. Ага, маннами надавит. Все, да? Дальше идем? Ну, я буду знать, что теперь, оказывается, надо все время выходить, да? Да. И потом, да. Давайте рассмотрим текст. Со всех сторон горы неприступные красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар. Желтые обрывы, исчерченные промоенными, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов и так далее. Смотрим. Мы смотрим на это слово «обвешанный». Мы опять рассуждаем таким образом. Если есть приставка, и это у нас причастие, мы должны догадаться, это прилагательное или причастие. Это причастие. Есть приставка, мы пишем две «н». Зеленым – это прилагательное, одна «н». Плющом и увенчанные. Увенчанные есть приставка, две «н». Это причастие. Дальше исчерченные из приставка, две «н». Так, дальше безыменный. Так тоже есть приставка, это причастие. Дальше. Серебряный – это у нас от наен. Помним, да? От наен – это прилагательное. И мы видим один, три, четыре, пять. Но такого задания у нас не будет. Это мы просто посмотрели, как нужно рассуждать в тексте. И давайте посмотрим сюда. Кошеный лук от глагола несовершенного вида. Это у нас будет одна. От наен. Потому что образован от глагола несовершенного вида. Скошенный лук. Появляется приставка и, кроме того, это образовано от глагола совершенного вида, то это будет две-ен. Кошенный утром лук. Кошенный две-ен. Почему? Потому что у нас есть зависимое слово утром. Зависимое слово. Или возьмем вязаная кофта. От глагола несовершенного вида. От наен. Появляется приставка связанная. И от глагола совершенного вида, поэтому две. Вязаная бабушкой кофта 2N. Почему 2N? Потому что есть зависимое слово. Мы сегодня разобрали орфограмму 1 и 2N в прилагательных и причастиях. Я думаю, что вы успешно справитесь с этим заданием.